В общей сложности побороться за почетный трофей на поле вышло около ста спортсменов. По напряженности и драматизму матчи не уступали крупным профессиональным турнирам. Первыми кубковые встречи провели молодежные коллективы. И здесь первенство было за гостями. В финальном матче играли сразу две команды из села Петрово Дальнее Красногорского района. В итоге победа досталась футболистам второго состава. Лучшим вратарем юношеского этапа был признан Лукьян Беликов, а лучшим нападающим – Ян Прудников. Третье бронзовое место досталось ребятам из Ломоносовской школы. На этот раз хозяевам турнира не повезло, но вскоре ситуация изменится. В поселении постоянно работают над улучшением материально-технической базы. У нас на территории в этом году начинается строительство настоящего футбольного поля. И завершим мы его в 2017 году. После этого все гости будут к нам приезжать уже не за золотом, а только для участия. Все призы останутся на территории сельского поселения Успенского. Что касается взрослой части кубкового турнира, то здесь обошлось без неожиданностей. Весь пьедестал был занят командами, представлявшими сельское поселение Успенское. Бронза у знаменитой снежинки, серебро у сборной Успенского, а главный трофей достался горкам десятым. Итог закономерный, ведь Успенка по праву считается одним из самых спортивных поселений в районе. Спорт – это составная часть жизни поселения, и сельское поселение, администрация всегда уделяет этому огромное внимание. Конечно же, это в виде материальной технической базы, как мы говорим, ее содержание, ее, в первую очередь, конечно, строительство. На территории существуют хоккейные коробки, небольшие футбольные поля. И, как я уже сказал, появится первое футбольное поле у нас в горках десятых. И, думаю, это еще, скажем так, усилит позицию спорта на территории. Лучшим вратарем кубковых матчей у взрослых стал Кирилл Лазарь. А среди нападающих отличился Алексей Бирюков. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».